народ всем огромный привет устраиваетесь удобнее чайку наливаете бутербродиков видосик наверное не гарантирую но будет в моем стиле длинненький наверно так что надеюсь у вас хватит терпения посмотреть его весь это будет несколько дней ну либо будет как вариант я его разделю опять как и в прошлый раз со встречи фигня короче идет уже вторая неделя когда меня нету дома почему так получилось ну вот так вот получилось скажем так я в пятницу загрузился и мне нужно было выгрыжаться в австрии в субботу утром себя и еще пять или шесть машин уже был я не помню и мне просто хватало в теории времени доехать до дома так как еще когда я снимаю это лето в германии так как с 1 июля по 31 августа каникулы и существует запрет на езду субботу с 7 утра до 10 вечера короче я никак не успевал вернуться домой поэтому я выгрузился в австрии и прямиком короче обратно заехал в германию нашел уже город где смогу встать потому что в австрии у меня там ни хрена не было где я бы мог бы ходить по шастать и еще что-то поделать поэтому найден недалеко город от границы с австрией в германии я туда приехал там была промзона явнее на ней это в промзоне встал и получается где-то субботы там не знаю с 11 утра по-моему 12 поэтому я остался там стоять вплоть до понедельника почти до обеда загарила штука и эти два дня конечно я не спасибо жене которая привезла мне в пятницу так как я грузился недалеко возле дома привезла мне мой электрический самокат и я эти два дня просто в умат по горам по лесам то как день я был гонял короче видосик вы можете посмотреть на моем канале про путешествия ссылочку я закреплю здесь вверху переходите было очень интересно это была граница бавария и баденбюртенберга это было просто красиво и неописуемо но я там намучился знаете ладно хрен с этим проехали давайте вы будете дорогу смотреть а то наверх там неинтересно так чё там дальше было ну фигня короче я там покатался еще пару дней туда-сюда понедельник я загрузил четверых моих коллег а мне дали другую загрузку я поехал в другое место грузился до места разгрузки во вторник мне было ехать там 200 километров я приехал выгрузился там и оттуда же прямиком там было по-моему где-то километров 40 обратно короче в австрию в австрии недалеко на границе я загрузился для нас и вот опа видали ли тело не разглядел для нас короче и сегодня утром я в три часа ночи начал смену сегодня у нас среда то есть а ночью утром уже короче ночью другому как начал смену приехал на фирму выгрузился и мне кинули загрузочку на которую мы сейчас едем это потом расскажу и сегодня по дороге утром у меня просто высветилось гирлянда у меня вообще ничего не работало не удержание полосы и не адаптивный круиз-контроль ассистент дальнего света тоже не работал короче какая-то была шляпа я так фигачил до дома километров наверно еще 200 и как назло я приезжаю к фирме блин и все заработал было просто офигенско ну ладно кредствий был заскок хотя несмотря на это я по дороге останавливался на парчке глушил машину закрывал и выходил закрывал ждал обратно садился ни хрена не помогло так что такие вот история короче пол девятого я прилетаю на загрузку и я там простоял до пол двенадцатого наверно где-то меня не грузили нахрен потом приехал чувак уже там мои диспоненты такие ля-ля-ля сейчас туда-сюда 5 10 прилетать короче чувак быстренько меня закидал я в этом каждый метр закрепил ремнями просто потому что я хрен его знает туда куда мы едем как в этих странах относятся по факту если бы я ехал с таким грузом германии сертификат от машин есть у кого положено загружено я бы них еще бы не крепил вообще но каждой стороне свои вещи скажем так поэтому пускай будет все я загрузился выехал и все мы едем едем мы в вратислав расклад таков по факту я должен был выехать от себя по четвертому автобану на 17 пропилить через чехию и заехать в сейчас как это поле слобакию о должен был заехать в республику словаки честно говоря я никогда так еще не ездил я без понятия что где вообще как почем ну это мы будем узнать где нибудь что нибудь где-то как-то что-то подскажет может быть факт единственное точно что знаю я доезжаю до границы с чешской республикой чехи можно ли так говорить правильно и там не нужно купить коробочку потому что наш еще не работает она будет действительно то есть оплату это коробочка которая у меня висит будет возможно в чехии только со следующего года так что придется их не убрать заезжать я не знаю что там нужно паспорт бумаги там ладно короче тут мы сейчас там разберемся и по факту я говорю я должен был ехать через 4 автобаны 17 и заезжать и часовать прямо там столь на праге но я там не поехал потому что четвертый автобан с 17 там это стройка там постоянная пробка это там все прутся нахрен поэтому давай долбанем сейчас через всякие такие и я тут никогда границу это не пересекал в германии здесь да и ездил но границы я там не пересекал но по факту как бы знаков нету которые заключают либо туда ехать но это мы уже там вот как то так в Братиславе мы выгружаемся с вами и едем в Австрию в Австрию грузимся и обратно по факту я не знаю где в Австрии лежит моя загрузка но я могу предположить что не особо далеко поэтому мы наверное таким же макаром будем и обратно возвращаться за исключением если она где-то далеко там в Австрии тогда домой мы будем обратно вертаться через Австрию и сразу в Германию это можно там посмотрим будет видно так что вперед новым приключениям единственное я загрузился на завод в Братиславе мне дали план и я немножко охренел потому что по плану у меня там столько мест где мне выгружаться если я это буду все делать я не знаю быстро там это работает медленно успею я или нет у меня просто если раз-два вот он этот кипу бумаг да пипец это вообще на каждой срань бумажка у меня получается там на машине раз-два-три место разгрузки на прицепе 4-5-6-7-8 то есть у меня 8 разных как бы их там зданий и халей для выпуска я надеюсь это будет как-то все попроще там выглядеть но в принципе так что на данный момент мы валим до границы с Чехией и идем покупать эту дорогу если будут красивые пейзажи по дороге я вам сниму покажу так что до границы народ так народ добрались мы до чешской границы теперь нам нужна Энгабл вот он сразу распознает Чехия окей так сейчас я вас определю вот сюда потому что там впереди могут стоять дяди в теории я бы мог бы здесь остаться бы и стоять мне до места почти 6 часов но мне нужно сегодня эту коробку обязательно взять чтобы не было всего этого геморроя ночью так заправка где-то у нас тут впереди дорогу делают что ли дорогу делают что ли это у нас тут это не как только это не так что ли это не Смолу наливают и красные О, колени бывшие Блин, там чувак на заправке раскорячивался, другой заехать не может Давайте, проезжайте вперед, я тит вашу, патефон, вы тут не одни Блин, и сам прикол, что тут выезд и заезд один, блин, на фуре, вообще катастрофа И знак стоит, торговка запрещена Так, ладно, давайте все к этому прижмемся, там сзади может еще кто-то подъедет и встанет Так, что, погнали, короче, забирать, покупать нашу коробку Что нам нужно, нам нужна наша заправочная карта Ей вроде можно здесь платить Так, потом, что нам нужно еще Хрен узнать, что нам нужно Ну, по-любому нам нужны Вот эти, от машины Карта Прицеп выйдет, нахрен, не нужен Ну, вроде все Ну, это, поедем, нахрен, не надо Ладно, погнали, короче, сейчас покупать Барфорс так что все осталось? да все хорошо все хорошо Ага, чей? Короче, немцы здесь и были Которые постройка мотаются эти Макс бегает Так, а как эта херня крепится? Так, мне еще дали какой-то пакетик Ааааа, смотрите какая хреновня она Типа он сюда вставляется Так, надо только правильной стороной наверное вставить или Да, вот они съемы И... Типа, блин, а куда это прикрепить-то мне? Сюда что ли? У нас других мест нету мы ее крепим вот сюда надо так, чтобы не отвалилось у нее сидит вроде хорошо так, кабель мы пока сюда так пустим так вроде воткнул все, народ 2 секунды я раскидаю вещи так, это нам еще понадобится завтра блин, по факту бумаги от прицепа нахрен не нужны это я положил вот сюда все кошелек здесь, это здесь короче все, он мне вроде настроил, больше четырех осей я так понимаю евро, зарядка идет по крайней мере все в зеленом горит знаете, что сейчас сделаем пока мы будем ехать по автомагистрали нам заняться нечем будет не о чем поэтому мы почитаем так, да с парчками они сказали тут немножко туговато а вот этот кюненагель билет стал заправляться тут или что мне ехать уже надо так, ладно, сейчас подождем ну, у меня спросил я им сказал 5 осей все, он выставил вот чем реально плюс, что как бы приграничная заправка с Германией разговаривать по-немецки так бы, наверное, было тяжело было наверное, хрен узнать ладно, сейчас поскосим дальше так, я знаю, кстати почему там горит 2 и 3 по идее вот, если вам выставить надо и тут циферка 2 это 2 акции 3, это 3 акции 4, 4 акции выставляете 2 и 3 это 5 осей и больше а если это лампочка типа евро горит значит там она загружена башки и все и здесь именно как, чем куда пользоваться выставлять 8 ну, блин, по идее кому-то реально это здесь есть на чешском немецкий польский болгарский сербский русский румынский скажем все есть все есть так, это вроде там заводится уезжает так, что брошюрка нам больше не нужно не пригодится погнали я ему сказал что мы до Братислава и обратно по идее у меня должен был столько закинуть сколько мне хватит но он по-любому больше закинуть я точно не помню надо посмотреть потом по бумажке перевести будет ладно, погнали короче непривычно здесь то, что окей плюс он большой что Мерседес знает правильные знаки здесь сколько можно ехать там стоял знак 50 он мне 50 и показывает окей но я бы непривычно допустим с по сравнению с Германией что здесь по националу на этом просто можно летать просто можно летать как бы непривычно и в голове не укладывается но есть плюс быстрее доедешь хотя у меня тут я не знаю маленький кусочек метров наверное в 30 только такой дороги остальное все автобанк так почему хомутов будем приезжать там есть национальный типа ой национальный этот зоопарк в Хомутове я не знаю большой он там нет но можно как-нибудь будет съездить наверное в принципе тут это ты недалеко ты ехай честно говоря ты от нас блин вообще почему бы ехать а у с парковками да тяжело немцы сказали автобанк есть парковок нет да едем ой ребята кстати справа здесь вот он рынок вроде где-то должен был быть мы ездили куда-то сюда да вот он вот он вот он вот он справа рынок барахолка все что угодно вещи одежда сигареты все не оригинальное пожалуйста хочу не хочу да не мы когда только в Германию приехали мы катались по таким скажем так базарчиком было нормально и дешево дешево выходило сейчас это уже вообще просто смысла нет гора святого Себастья вот он вот он еще вот Тони Кауф всякие пиздевушки блин вот реально честно говоря тут раньше просто куча народу было все тусовались здесь немцев приезжал просто ходили толпами здесь мак большой был но больше никто не ездит все мерседес показал официально 80 и этот 80 и мы поехали 80 блин я вообще непривычно однополосный просто 80 ехать это знаете это как вот сказать в Германии есть такая небольшая свобода то что ты по автобану есть участки безлимитные можешь летать на легковой зашибись да а для фуры националка в Германии 60 и когда ты на такой дороге едешь считай 90 то как на безлибитке на легковой в Германии да давай ладно едем короче еще часа пол наверное и ищем парковочное место 5 часов у меня останется тогда по факту завтра ехать за 4,5 часа я по-любому доеду до границы в Словакии и там я как раз и сделаю паузу и схожу и куплю коробку владельцем за автобан это мой расклад вот так что будет сейчас посмотрим без понятия с паузу стойки на и офигеть там блин на камеру огромный карьер справа масштаб вообще не передать так а сейчас посмотрим пикник коробочка или нет наверно когда-то загорится ничего не обману значит не печать все автомагистраль автобан челушим итак народ добрался до такого тут парчочка единственное место было промеж двух машин я короче сюда залез все короче ништяк давайте по поводу оплаты дороги за сам бокс стоит 2 468 2 468 их них денег это 2 468 нет как это пишется по фигу к ц евро это примерно 102 евро коробка стоит 102 евро и плюс он мне положил на счет 4000 4000 это у нас что получается 4000 это примерно 165 евро он мне положил давайте теперь считать так вот она официальная страничка май тот короче вот она страничка точка его блин нихрена не понимаю калькулятор дорожного автосбора калькулятор должен в зависимости от расстояния так вот вылазит время и дата поездки пофигу страна класс это транспортного средства грузовики с 12 больше 12 тонн базовое количество осей 5 штук фактического фактическое количество 5 плюс класс эмиссионный у нас евро 6 а расстояние по авто на без блин я не помню же по навигатору не давайте тогда по-другому сделаем в зависимости от трассы сделаем вот так класс грузовик свыше 12 тонн 5 5 5 6 начало города или села так пограничные пункты выбираем и у меня был ищем чехия германия 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 вот на германия германия нет 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 вот она гора святого себастьяна райт тенгайн это где мы ехали так укажите транзитную точку не надо цель поездки пограничные пункты вот она брестслав бродске чехия словакия лет свой рассчитать вот мне нужно примерно 1622 их них денег 328 километров общая 381 общее время в пути почти 5 часов название платного сегмента короче вот все прописано где сколько стоить будет какая дорога и даже вот внизу на карте показывается вот я здесь въехал еду 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 через Прагу до Бруны и здесь вот на границе то есть по факту получается тысячу короче округлим 1700 в одну сторону и 1700 в другую это получается 3400 он не закинул 4 так что у меня еще остается покататься нормально все на потом когда-нибудь останется окей все ладно с этим разобрались все хватит все прекрасно ссылки на сайт если что кому нужно будет я могу оставить прикрепленный внизу так что на сегодня все завтра я половина третьего ночи стартую а во всем остальном уже завтра так что ребята для вас секундочка а у меня пауза так народ ну я пошел вроде все тихо спокойно и ничего не свистнули все на месте байкер закрытый доброго утра всем там пешина все горит все фонари горят вот ну вот отсюда походу хрен выкинем сейчас пойдем того будить давай эти вещи ладно погнали кстати мне такой еще фонарик загорели спокойный на выгрузке маленький короткий на мокротике где у нас металл тут есть вот что-то толку не держится видите кнопочка переключается такая будем так светить чук-чук-чук-чук спокойная пыльная что-то моя коробка запищала а что она выключилась не нужна самоприкуриватель воскнулась нам что погнали взять короче ну вылез блин я короче оттуда еле-еле а я еще в кабину к этому чуваку его там нету блин зашипись а блин начал потихоньку вылазить ебать дороги на вылазить блин это посмотреть а он там хренов в этом плитка вы уже спидать 19 тонн что это как понятно ни одного знака не было но она жесть ах ладно валим ночной рандову вот кстати блин я вот вчера вот если вспомнить сколько проехал я не знаю граница с германией вот до этого парчика куда я встал я не знаю сколько я наверное в общем массе это часа полтора наверно ехал и за все время это было только первое было первое парковка парковка и реально на 5 еще и 7 8 машин где 9 походу реально такие на автобане проблемы с парковкой я не знаю где остальные стоят что в промзону что ли съезжает все или куда сейчас за путь в 300 километров посмотрим сколько парочков будет в общем надо на обратную сторону выглядывать посмотрим сейчас так надо что подобрались мы к району праги сейчас огибать будем нарушки этот фонарь нахуй пока мы по кругу объедем первое второе второе по крайней мере первое третье кровь третье нахуй в третье первое так да м Продолжение следует... 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 и все без мигалок бессилин без всего просто как-то так у меня осталось 14 километров доехали катя нормально единственным парчок ну что уже перед съездом походу бывший отель который никогда никто нет короче я забыл сбить страну не настолько прямо трагично любили покидаем этот отель едем нам как раз езжать через через километр и обычные туалетики есть на блин с парковками что-то в этих странах тяжеловато как-то ну по крайней мере вот шанс именно где я вот реально на муж они тут тоже в промзону съезжают а а а Ребята, совсем забавшие. Ах, Congressman pessoal же. А на 아리�ак editors, губите ВОЛКСВАГЕН ВОЛКСВАГЕН ТЮт ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТата Т saludاء Татьяне Passat Olde Volkswagen Schlange Audi Nicht überfüllen Volkswagen 1, 2, 3 Volkswagen Hallo Volkswagen 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 Надо, чтобы смотреть, как мне в Австрию будет. Сейчас будет, приеду, зарегистрируюсь, посмотреть на фури в Австрию до места загрузки. По идее, мне через по гугле, как показывают, недалеко там 20 км. Можно там будет на фури переезжать границу или нет, это я не знаю. Там уже разберемся, сейчас приедем. Тоже, блин, солите по таким дорогам, однополосным, по-моему, 90 летать может. А, ну тут знак, он стоит, впереди типа заканчивается, по-немецки это Kraftfahrstrasse называется. Хотя у нас, ну, в Германии Kraftfahrstrasse, по одной классе в каждую сторону не считается так, что ты можешь ехать там на 80, только 60. Это только на двухполосные в обе стороны, разделенные бланками, там уже, так, нет. Блин, стоял-стоял перед этой шранкой, она нихрена не открывалась. Че за фигня, блин, потом слева только увидел, блин. Там эта штука стояла, там нужно было нажать, и там тебе этот билетик, короче, дают, блин. Так, я чувствую, там уже впереди мы встанем. Давайте сейчас мы разводим. Плюс есть, смотрите, какая офигенская гигантская парковка. Просто на кучу машин. Это большой плюс. Сейчас где-нибудь тут приткнемся кофе. И побежим в бережку с нашей кипой. Бу-наргой. Все цивилизовано, контейнера поднялись. Это же у нас там на поликвагне в цвеково такого нету, блин. Вообще. Так, давайте что-то притянем вперед, сзади что вы их думаете? Так, мне там выдали пейджер, такое время у нас уже 20 минут. Десятого. Битов рахт папира обхолен. Окей. Актуальный оппозицион, оппозиционный вверх пуфер. Так, короче, мне дали туда карту, блин. Мне сказали сюда ехать. Ну че, вообще, продвижение, но я уже и в кровати он повалялся, помятая вся, блин. И сижу тут, и до с отпуска делаю. И до сих пор я, короче, жду. Блин, у нас уже 12. И ничего просто не происходит. Мне еще два встрепилить до загрузки, еще выезжать. Мне отсюда сегодня надо поехать. Мне нужно было бы вообще по возможности заехать в Чехию обратно. И там еще проехать километров 160 катастрофа. Ничего не происходит. Автомативы, блин. Это все одно говно. Поэтому я ушел отсюда. Потому что это просто нереально. Столько времени стоять, терять на заводах, на этих, блин. Да, окей, где-то работает побыстрее, блин. Но в основном 90% ты вот так будешь стоять. Похрену, что у тебя есть время, термин и все это. Насрать. Да. Все, покидаем завод Volkswagen. Половина второго дня уже. Есет. Много очень машин в Турции и Румынии, хочу сказать. Остальные все местные. На немецких номерах я тут один был просто. Фу, блин, на улице 32. Просто жрища. Выезжаем, короче, на загрузку. Я немного не понимаю. Тут навигатор сама входит. Один вроде 30 километров, входит другу. Что? Через 5 колено будет. Поедем по гуглю. Там границы есть, но я не знаю, можно там будет и переехать или нет. Потому что навигатор, все два эти навигатора от грузовика там ни хрена что-то не ведут. Но они могут и ни хрена не знать никак от себя. Поэтому там уже познаком сориентируемся. Так, ладно, все, погнали, мы выезжаем. Меня как-то порадовали две вещи на этом заводе. Во-первых, все чисто, цивилизованно, красиво все так сделано. Даже получше, чем у нас в Цветалу. Мне больше понравилось. И второй момент, несмотря на то, что у меня в бумагах стояла куча разгрузок, то есть, по идее, несколько мест, я должен выгружаться. Выгружали они все в... Разогнал что-то, е-мое, не мёртся. Выгружался я все в одном месте. Да, время простое заняло 4 часа. Почти в общей сложности, но... Каждый в одном месте. Ах, ладно, хватит, нормально сейчас все. Спивай, погнали. Стоит. Морган. Стоит. Стоит. Морган. Стоит. Субтитры сделал DimaTorzok 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 большой вопрос я пить и там на большом парчике в чекистан или нет у меня вот это больше интересует время 2 часа он короче посмотрим клима фигарит на полную катушку 20 лет 07 ну и короче таким же час макаром все выбираемся обратно сдаем все эти приборы и домой так что вот такая вот тура у меня была эти два дня ничего прям такого сверх естественного не было но мне было интересно и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok